Заседание правительства Забайкальского края сегодня провела Марина Кириллова. Министр финансов временно исполняет обязанности Александра Кулакова, который уехал в командировку. Главной темой стал проект регионального закона о бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Казалось бы, сейчас зазвучат слова о трудности положения и возможных вариантах решения проблем. Но, по словам чиновников, финансовая ситуация в крае безоблачна. В 2020 ожидается замедление темпов инфляции до 4%. Этот уровень прогнозируется к сохранению и в 2021 году. Индекс промышленного производства прогнозируется в 2019 году на уровне 105,2%. Рост объема будет обеспечен в основном за счет увеличения объемов добычи угля на 1,8%, золота на 12,9% и концентратов. Медного на 21, свинцового на 4,3% и цинкового на 9,4%. Также на заседании обрисовали картину стремительно растущей зарплаты бюджетников региона. За три ближайших года средний заработок забайкальца составит почти 45 тысяч рублей. После череды докладов оптимистичных – чуть-чуть дегтя. Предельный объем государственного долга составит на 2019 год 28 миллиардов рублей, на 2020 год 26,9 миллиардов рублей и на 2021 год 25,1 миллиард рублей. Расходы на обслуживание долга составят в 2019 году 1,3 миллиарда рублей, на плановый период 1,4 миллиарда рублей ежегодно.